Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событиях 27 марта. Музей Шерлока Холмса – первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. Он был открыт 27 марта 1990 года на Бейкер-стрит. У входа в музей посетителей встречает полицейский, он перепоручает их девушкам в строгих платьях времен королевы Виктории. Девушки продают билеты. Также гостей приглашают посетить крошечный ресторан «Миссис Хатсон», специализирующийся на блюдах викторианской эпохи. Но открытие этого музея могло произойти значительно раньше. Возможно, для кого-то это станет открытием, но для многих читателей в разных странах мира Шерлок Холмс – вполне реальный человек. Холмс и его друг доктор Ватсон занимали дом, в котором открылся музей, в 1881-1904 годах. Это здание имеет номер 221, а довесок Би соотносится к меблированным комнатам, располагавшимся на втором и третьем этажах. Квартира великого сыщика отличается мизерными размерами и полным соответствием обстановке книгам Артура Конан Дойла. Холмс и Ватсон располагали двумя маленькими комнатушками-спальнями и гостиной, чуть побольше спален. В этих комнатах разместили и сифон, и несгораемый шкаф. В квартире есть уголок химии, и сосновый стол, изъеденный реактивами. На полках стоят пухлые альбомы с вырезками и справочники, а на стенах развешаны малопонятные диаграммы. Кстати, в 1999 году там же в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт и памятник Шерлоку Холмсу. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.